Добрый день, дорогие саровчане! Сегодня, 22 апреля, мы констатируем, что в городе 26 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. И еще один человек, чьи анализы сейчас проходят повторную проверку, находится на так называемой верификации. Но, тем не менее, заболевания есть. Итого, из 27 человек на сегодняшнее утро лечение в условиях стационара проходят 10 человек, остальные лечатся на дому. Из этих же 27 человек тяжелых форм нет. Заболевание средней степени тяжести наблюдается у 9 больных и в легкой форме заболевание протекает у 18 больных. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вчера фейковые новости о наличии в городе тяжелых форм никем не подтверждаются, не соответствуют действительности. Конечно, при коронавирусной инфекции всегда есть опасность, что заболевание у лиц сопутствующей патологии, у лиц с возрастом, с большим возрастом, может протекать более тяжело и переходить в тяжелые формы. Но пока, слава Богу, еще раз скажу, в нашем городе это не наблюдается. Сегодняшний день отмечен еще одним приятным событием. Сегодня есть еще 26 человек в городе, которые успешно завершили свой карантин. Они были в числе первых, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией в нашей городе. Они не заболели. Таким образом, на карантине сегодня осталось 85 человек. У большинства из этих 85 человек карантинные мероприятия при благоприятном исходе закончатся к концу текущей недели. Но я хочу обратить внимание всех горожан, что те контактные лица, которые живут, проживают совместно в одной квартире с больными, с теми больными, кто лечится на дому, они будут вынуждены находиться на карантине до полного выздоровления своих больных родственников и плюс еще время для проведения лабораторного контроля отрицательного у них. То есть будут находиться сами под медицинским тоже наблюдением и лабораторным контролем. И сегодня я хотела бы еще остановиться на тех ваших вопросах, которые касаются прогнозов. Очень часто спрашивают о нашем видении последующих мероприятий. Очень понятны эмоции многих наших горожан, которые ждут, что сейчас закончится вот эта цепочка передачи болезней от одних к другим, и мы с вами придем к полному здоровью и искореним коронавирусную инфекцию на территории зато города Сарова. Мне тоже хотелось бы так думать, но я хочу объяснить ситуацию, чтобы она была понятна всем. Давайте начнем с простого и посмотрим на карту мира с нанесенными на нее показателями заболеваемости коронавирусной инфекции. И мы с вами на ней не увидим ни одного заселенного людьми материка, ни одной страны и сегодня уже ни одного субъекта Российской Федерации, где не регистрировалась бы коронавирусная инфекция. Инфекция, возникнув на отдельно взятой территории, имея своими основными путями передачи воздушно-капельной и контактной, смогла на сегодняшний день преодолеть все границы. На этой карте очень легко можно проследить все экономические, политические и культурные связи между народами, странами и отдельными городами. И в такой ситуации наш Саров не может обойти стороной COVID-19. Это просто нереальная ситуация. У нас нет шансов остаться в стороне от общей ситуации в стране и в мире. Но у нас есть шансы минимизировать последствия этого эпидемического процесса, снизить скорость его нарастания, уменьшить количество больных в тяжелых формах, а следовательно снизить смертность от этой заболеваемости. И только ради этого мы используем с вами меры физического разобщения людей и другие известные нам меры профилактики. Ради здоровья и заботы о наших близких и родных мы с вами остаемся дома. Выходя на улицу, соблюдаем социальную дистанцию. Грязными руками не трогаем, не прикасаемся к слизистым и вообще к лицу. Приходя домой, моем руки, проветриваем и влажные уборки проводим в своих помещениях. И ради всего этого мы должны еще потерпеть, потому что на сегодняшний день пик заболеваемости не достигнут даже еще в Москве и Московской области, не говоря о регионах России. Поэтому наша с вами задача сейчас попытаться снизить и сделать последствия этой инфекции самыми маленькими, самыми для нас допустимыми. Желаю вам всем успехов в мерах профилактики, здоровья вам и всего доброго!